Доброе утро, коллеги! Очень рада всех вас видеть. Доброе утро, наверное, неправильно, потому что среди нас могут быть те, у кого уже давно не утро, поэтому еще добрый день и добрый вечер. Большое спасибо за то, что вы сегодня присоединились к нам, к нашему третьему марафону, онлайн-марафону ресурсных центров «Сила вместе». И сегодня мы с вами в очередной раз будем говорить о работе ресурсных центров. Здравствуйте, представлюсь. Меня зовут Михаила Марина, я руководитель группы некоммерческих организаций «Гарант». Сразу хочу сказать слова благодарности Фонду президентских грантов за поддержку нашей работы, вот такой работы по развитию инфраструктуры некоммерческого сектора в нашей стране. И сегодня мы с вами встретились для того, чтобы поговорить о, на мой взгляд, очень важных вещах. Мы собрались поговорить о том, как формируется продуктовая линейка ресурсных центров. И вот на самом деле мы много с вами говорим о подходах к работе ресурсных центров, обмениваемся опытом. Но сегодня мы хотели бы поговорить о том, каким образом мы формируем те самые продукты нашей работы и какие подходы при этом используются. И мы с вами сегодня будем работать до 14.30. В нашем марафоне будет три таких достаточно интересных блока. Первый – это, конечно же, тот самый обмен опытом, когда ресурсные центры с разным опытом жизненным и с разным опытом работы поделятся тем, как они формируют свою продуктовую линейку. Вторая часть у нас будет посвящена знакомству. И мы планируем на следующих наших онлайн-марафонах эту рубрику обязательно сохранять, потому что мы хотим знакомиться с различными ресурсными центрами, в том числе и тематическими, для того, чтобы узнать, кто из нас что делает. Потому что часто мы в лицо знакомы, а вот глубоко знаний про то, какой опыт и какие продукты есть у нас, как у ресурсных центров, у нас нет. Поэтому вот у нас будет такая рубрика знакомства. И в конце нашей работы, в завершающем этапе нашего марафона, у нас будет два экспертных выступления от специалистов как раз в сфере продакт-менеджмента. И, пожалуйста, дождитесь, это будет очень интересное выступление. Но начать я хотела бы вот с чего. Мы с вами, конечно, уже привыкли к таким онлайн-встречам. И даже уже просто по списку можем ориентироваться, кто сейчас здесь присутствует. Но, на мой взгляд, очень важная часть оффлайн-мероприятий теряется в онлайне. Мы совсем не знакомимся друг с другом. И мы сейчас хотим предложить вам такой формат знакомства. Знаете, мы все привыкли обычно писать в чате. Здравствуйте, я оттуда-то. Ульяновск на связи. Вот я вижу сейчас уже в чате. Горноалтайск на связи. Я предлагаю сейчас сделать немножко другой формат встречи. Поскольку у нас с вами онлайн-марафон будет продолжаться, и мы еще будем встречаться, то мы сейчас с вами как раз сможем сделать очень важную вещь. Мы заложим сейчас с вами такую доску знакомств. У вас сейчас в чате появится ссылка на доску под лет. Кто когда-то в самом начале пандемии участвовал в наших умных субботах, наверное, с этим знаком, с этой доской. И, может быть, даже вы активно ей пользуетесь. Но мы сейчас предлагаем сделать вот такую доску знакомств для нашего марафона «Сила вместе». Перейдите, пожалуйста, по ссылке. Вы попадете ровно вот на эту самую доску. И сделать здесь надо будет следующее. Вот здесь в правом нижнем углу вы видите плюсик. Если вы на него нажмете, откроется такое окошечко. И в этом окошечке вы можете написать свое имя. Вот я прямо сейчас пишу. Если у вас есть под рукой фотографии, вы можете нажать на значок фото, да, прикрепить фото и, значит, поставить сюда свою фотографию. И где написано «Напиши что-нибудь хорошее», вы можете написать вашу должность, организацию, поставить ссылку на ваш сайт. То есть сделать фактически вашу визиточку. И нажать «Опубликовать». Кстати сказать, вы сможете потом сюда возвращаться. Если вдруг у вас, например, нет сейчас под рукой фотографий или нужных ссылок, то тогда вы сможете потом сюда возвращаться и дополнять свою визитку. Ну и знакомиться с визитками всех остальных, тех, кто сейчас тоже, я вот уже смотрю, что на доске уже идет работа. Соответственно, это никуда не денется. Вы ссылочку себе сохраните. А мы на всякий случай вам потом после марафона ее еще пришлем. И вы в любой момент сможете заходить на эту доску и вспоминать, с кем вы вместе были на марафоне. А вдруг вам понадобятся контакты, вы их тут, конечно, сразу же найдете. То есть вот такая доска знакомств. То есть пока я еще не вижу ничего опубликованного, потому что, наверное, вы как раз заполняете. Но очень надеюсь, что доска сейчас очень быстро начнет заполняться. Ну, во всяком случае, точно семь человек, здесь восемь уже здесь работают. Буквально несколько, пару минут подождем, чтобы кто-то кроме меня здесь уже появился на этой доске. И потом не забудьте, пожалуйста, сохранить ссылочку, чтобы у вас эта ссылочка обязательно была. И вы могли в любой момент сюда присоединиться. Кстати, если вдруг сейчас вы с телефона работаете, и вам неудобно, например, здесь заполнить полностью, вы можете хотя бы написать просто имя и город, и потом уже у вас будет возможность зайти и дополнить эту доску. И будет у нас такая сила вместе на общей доске. Я пока останавливаю. Вот, вот. Уже вижу. Галина, Мария, Аида. Отлично. Отлично. Ну что, все получается. Давайте мы сейчас... У вас есть возможность продолжать, а я вернусь в наше окно и открою. Знаете, мне как ведущая, я сегодня буду практически в период всего марафона осуществлять передачу слова от одного эксперта к другому. Экспертов у нас будет достаточно много. То у меня есть право микрофона... Знаете, право первого микрофона у меня. И вот пользуясь этим правом, тем, что группа Гарант является организатором марафона, онлайн-марафона «Сила вместе», я позволю себе и начать этот разговор о продуктовой линейке. И сейчас, да, открою небольшую презентацию. Так, сейчас, секундочку. Вот, надеюсь, что ее видно. Ну вот, на самом деле, мы все с вами, представляя ресурсные центры, понимаем, что ресурсные центры – это такая организация, которая, когда хорошо работает, кажется, что не очень-то, в принципе, мы и нужны, потому что, ну, все же само по себе происходит. И когда в территории есть ресурсный центр, то очень часто, когда спрашивают, ну, а что он такого делает? Да, в общем-то, ничего. Ну, семинары проводят, и все. Удивительно, что когда в территориях нет ресурсного центра или ресурсный центр еще только начинает и пока еще, ну, не очень сильный, то мы, например, я выезжаю на семинары в разные территории, на конференции, часто слышу вопрос, вот бы нам такой ресурсный центр, как Гарант, нам очень нужно, чтобы он был, так важно, вы такую работу большую делаете. И вот мы в свое время пришли к такому выводу, что когда нам вдруг кажется, что наша работа не нужна, это значит просто, что мы очень хорошо работаем. Но когда мы начинали, и вообще вот если говорить о том, как у группы Гарант формировалась продуктовая линейка и как вообще появлялись наши продукты, некоторые из которых широко уже известны, а некоторые еще пока не очень известны, то вообще надо говорить, что все это шло в период такой в эволюционном таком формате. Мы родились в 96-м году, нам уже 26 лет в этом году, и знаете, я все время говорю, что в отличие от молодых ресурсных центров, у нас гораздо, ну, спокойнее была жизнь, у нас было время развиваться вместе с некоммерческим сектором, мы могли немножко на шаг вперед бежать, осваивать вот эти самые новые знания, формировать новые услуги, которые потом понадобятся некоммерческим организациям, у нас так было на это немножко запаса времени, потому что все шло медленно и эволюционно. Новым ресурсным центром, молодым, которые создались не очень давно, им, конечно, гораздо сложнее, потому что им надо прямо в сапогах-скороходах бежать для того, чтобы успеть наработать и набрать тот опыт и сформировать те самые продукты, которые сейчас нужны некоммерческим организациям. Ну вот мы, да, мы развивались так достаточно эволюционно, и когда мы создавались в 96-м году, мы понимали, что у нас тут вокруг и поле не пахано, но плюс мы так смотрели, знаете, в светлую даль, и вообще, да, мечтали о взаимодействии с иными мирами, и понимали, что мы развиваем такой новый мир, новый сектор, и формируем вот те самые условия для его развития. И на самом деле, если посмотреть миссии наши от того времени, то это прям вот такие вот, да, суперстратегические цели, но при этом, честно говоря, мы не забывали, думая о таких о великих целях, мы не забывали о том, что надо пахать поле, и, конечно, очень много работали с некоммерческими организациями, стараясь отвечать на вот их прямые запросы, да, вот что им нужно, вот это мы и пытались делать, да. Ну, то есть, фактически, вот, мечтая о великом, мы вот занимались очень конкретными делами. И, кстати, сказать, вот, как бы, очень многие вещи, которые мы старались делать и понимали, вот нам надо вот такую услугу начать оказывать, да, не всегда все у нас получалось, ладно, очень много мы учились на собственном опыте, и надо сказать, что, наверное, это очень важно, потому что сейчас у нас есть возможность и этот самый опыт, на котором мы учились, и вот все эти наши шишки, недостигнутые вершины, рассказывать об этом, делиться опытом, тем самым помогая тем, кто сейчас идет по этому пути, помогая им быстрее, да, дав вот эти самые сапоги-скороходы. И надо сказать, что вот этот самый наш вот практический опыт, он как раз и таким эволюционным путем формировал многие наши услуги. То есть на самом деле, как бы, мы всегда старались идти от запроса некоммерческих организаций и смотрели, а что конкретно им нужно, ну, да, иногда не очень понимая, каким образом мы можем это сделать, но понимая, куда нам, да, куда нам надо прийти. И вот часто некоммерческие организации говорили, ну, нам бы вот, знаете, нам бы вот как-то вот туда бы вот попасть, и нам мы вот так вот сидели, задумывались и придумывали, какие могли бы быть программы, проекты, которые могли бы вот некоммерческую организацию подвинуть в том самом направлении, которое она для себя выбрала. Ну, и вот если посмотреть сейчас на этот слайд, то здесь перечислены такие базовые услуги для некоммерческих организаций, которые сейчас есть у всех ресурсных центров, фактически, да, все мы с вами консультируем некоммерческие организации, все мы проводим так или иначе какие-то программы обучения некоммерческих организаций. У нас у всех есть информационные услуги очень разные, да, и это часто библиотека для некоммерческих организаций, мы реестры ведем, да, мы, значит, подбираем материал, который нужен самим некоммерческим организациям. Ну, почти у всех у нас есть материалы именно технические услуги, но они, кстати сказать, тоже очень сильно эволюционно менялись, потому что в 96-м, 2000-м году у нас стояли в офисе большие ксероксы, на которых мы копировали бумаги для некоммерческих организаций, потому что оборудования у некоммерческих организаций не было. Или мы, например, занимались тем, что открывали им электронные почты, давали им доступ к компьютерам, у нас был прям отдельный компьютерный класс, в котором можно было прийти и поработать на компьютере. Сейчас такая услуга, конечно, уже не востребована, но при этом у нас появились другого рода услуги, когда мы знаем, что у некоторых ресурсных центров есть, например, такие пункты проката, в котором можно взять специфическое оборудование. Сейчас, если раньше мы просто предоставляли помещение какое-то свое под семинары, сейчас существуют каворкинги и такие общие пространства, на которых некоммерческие организации работают. Сейчас больше востребованы технические услуги по обслуживанию каких-то онлайн-мероприятий, то, чего в 96-м году даже и близко мы про это думать не могли. Ну вот, то есть, но и сама услуга, несмотря на то, что она осталась такой же, например, консультированенку или обучененку, она тоже в процессе эволюционном очень сильно менялась, потому что сам запрос на то, чему учиться и как учиться, тоже постепенно изменялся. И мы, как ресурсный центр, все время под него подстраиваемся под этот запрос. И если сначала нужны более-больше информационные семинары, ну там, расскажите вообще про то, что такое НКО и как она работает, то с течением времени потом появилась потребность в таких комплексном обучении, потому что некоммерческие организации стали вырастать и захотели с одного уровня развития переходить на другой. Потом в какой-то момент мы снова вернулись просто к информационным семинарам, потому что люди хотели получить инструменты. А как собирать частные пожертвования? Как работать с компаниями? Как презентовать себя? А как подготовить какие-то материалы? Вот такие прям очень конкретные практические семинары стали востребованы, и мы в них в основном их стали предоставлять. Сейчас такой дифференцированный запрос. Есть запрос от организаций, которые готовы к росту на комплексное обучение и сопровождение, а есть запрос от организаций, которым нужны чисто информационные услуги или как раз обучение каким-то прям практическим навыкам. То есть сейчас у нас такое, если говорить, посмотреть на нашу образовательную линейку, на линейку образовательных продуктов, то у нас есть и обучение каким-то практическим навыкам, очень короткие иногда, очень практические такие практикумы, и комплексные программы обучения, такие как, например, наша программа «Территория роста», которая является годичной программой с связанными между собой семинарами, с домашними заданиями внутри, с постоянным сопровождением. Вот, кстати, еще одна такая эволюционный продукт, который появился, и я знаю, сейчас уже много ресурсных центров именно так начали работать, то есть это не просто обучение, а сопровождение организации вот в этом самом профессиональном росте, потому что мы увидели, что некоммерческая организация знаний получает на обучении, а внедрить их в практику не может, потому что у нее на это не хватает сил и уверенности, и вот эта самая поддержка и сопровождение является крайне важной частью. Ну, надо сказать, что у меня есть еще один слайд о базовых услугах, которые я тоже считаю важным, потому что это появилось не сразу, а тоже в процессе эволюции. Когда вот мы в основном были сконцентрированы вот на этих услугах, то постепенно мы начали видеть, что у нас есть что представить как методические материалы. Мы начали делать аналитическую и исследовательскую деятельность и этим заниматься. Мы стали организовывать грантовые и негрантовые конкурсы, направленные на развитие сектора. И даже мероприятия под ключ, которые вдруг оказалось, что мы как некоммерческая организация, как ресурсный центр умеем организовывать такие мероприятия, которые иногда даже бизнес у нас заказывает теперь, потому что мы точно понимаем, как организовать крупное мероприятие, и в том числе его и содержательную часть, и техническую часть, и хостинг тех, кто приезжает. Ну вот на самом деле, на что я хочу обратить внимание, что вот все, что я сейчас говорила, это те самые услуги, которые как бы мы оказываем нашим клиентам, некоммерческим организациям. И в основном это все вшито в наши проекты, и мы делаем это изо дня в день, постоянно, да, не задумываясь и иногда не упаковывая это в какие-то конкретные, очень исчезаемые, понятные продукты. Да, поэтому вот вообще, когда мы развиваем любые свои услуги, мы все время, да, пытаемся себе отвечать на вопросы. Я думаю, что не только мы как гарант, но и все ресурсные центры, да, зачем мы это будем делать, кто является потребителем конкретно, да, из наших клиентов, потому что у нас их много, чему мы, например, их будем учить, консультировать, информировать и так далее, каким способом мы это сделаем, ну и главное, за какой счет, то есть кто заплатит за эту работу, да. И вот чем больше мы концентрировались именно на этих вопросах, тем больше мы стали понимать, что в том объеме программ, которые мы делаем, даже в каждой из них мы прослеживаем вот эти самые базовые наши услуги, да, у нас в разных проектах есть и консультации, и обучение, и информирование, да, и где-то исследования заложены в каких-то проектах, везде есть какие-то организации, каких-то мероприятий и так далее. Но вот объем разного рода реализованных проектов и программ стал очень достаточно большим, и мы для себя, например, ну, как-то стали делать вывод, что вот мы много чего делаем, а что остается в сухом остатке после каждой из программ. Часто к нам обращаются, говорят, вот вы делали такую программу, мы знаем, у вас есть вот такой опыт, а не можете ли вы им поделиться, да, или можем ли мы воспользоваться вашим опытом. И мы иногда понимали, что да, опыт-то у нас есть, и вот так языком мы можем рассказать, а как продукт это никак не упаковано, и мы не можем его ни передать, ни, допустим, сделать его на заказ, потому что он недоупакован. И именно поэтому мы для себя приняли такое решение, что мы будем стараться, чтобы после каждой из программ наших или проектов, чтобы оттуда мы вынимали какой-то продукт, да, или формировали на основе вот опыта, полученного в рамках этой работы, какой-то продукт. Ну, например, да, несколько примеров просто приведу, чтобы это не было просто рассуждением. Ну, например, вы многие знаете, что у нас есть такая программа школ тренеров для некоммерческого сектора, и эта программа идет, там есть методические семинары, там есть методические материалы, выпущенные в рамках этой программы, да, и мы будем продолжать работать, потому что есть запрос на новые и новые семинары от тех специалистов, которые учат НКО. Но мы для себя поняли, что, например, продукт, вот работая с подготовкой этих материалов, работая с подготовкой этих семинаров и этих методик, мы нашли, что очень важным опытом нашим является вот этот подход к формированию образовательных программ. И именно в связи с этим у нас появился такой продукт, который называется «Желтый чемоданчик». И я сейчас вот прям остановлю презентацию. Да, сейчас, секунду. Остановлю презентацию и открою… Ой, как приятно, сколько уже нас на подлете. Вот открою «Сила вместе» наш сайт, вам уже известный. Вот, например, на нем… Сейчас, секунду. Вот на нем есть вот эта программа «Желтый чемодан». Это программа, в которой собраны материалы. Есть пять модулей про то, как формировать образовательные программы. Да, это такой методический курс про то, как формировать образовательные программы. Он ни в коем образом не заменяет школу тренеров. Это продукт, который получился у нас как раз в процессе того, когда мы готовили ту самую школу тренеров, да, и наработали вот этот опыт подготовки образовательных программ. Ну и на самом деле в этом «Желтом чемодане» в том числе и наш и практический опыт, и теоретические знания вообще в разработке разных образовательных программ, которые мы за все наши 26 лет уже реализовали. Например, у нас есть такой проект, который называется программа фактически уже «Малым территориям. Большое будущее». Это программа, направленная на развитие малых территорий, сельских территорий через повышение общественной активности. И мы порядка шести лет работали и реализовывали все мероприятия этих программ. Ну, знаете, вот как мы обычно делаем, да, вот делаем, потому что делаем. Но в прошлом году мы постарались упаковать этот опыт и описать его. И в первую очередь описать там один из продуктов – это семинары «Образ будущего». То есть те самые семинары, которые как бы могут запустить вот эту самую общественную активность в территории. И, соответственно, этот семинар описан так, что фактически его можно брать и тиражировать. Кроме того, мы сами можем проводить сейчас под заказ эти семинары. Если вдруг на этот семинар есть запрос, то у нас он готов как продукт, и мы можем его в том числе и платно реализовывать для тех, у кого есть заказ на такие мероприятия. Ну, еще, например, один пример такого нашего продукта – это мы попытались даже нашу практическую работу упаковывать в продукт. Ну, например, в период пандемии, благодаря поддержке фонда Потанина, у нас была возможность очень серьезно заняться своим стратегическим… Вопросами стратегического развития группы некоммерческих организаций «Гарант» и нашими внутренними процессами. Мы очень много внимания уделили управленческим задачам, и, соответственно, мы решили, что ну что ж будет пропадать-то такой опыт. И мы упаковали это в управленческую стажировку, которая была тоже реализована весной этого года, и к нам приезжали некоторые из вас на пять дней, и где мы как раз вот знакомились с тем, как развивались мы как ресурсный центр, и каким образом построены внутренние процессы управления. И вот спасибо тем, кто приехал, рискнул приехать на первую стажировку. После этого мы еще доработали этот продукт, и вот осенью мы планируем еще раз пригласить на такого рода стажировку весной следующего года. То есть мы хотим сделать это уже таким как бы постоянным, постоянной услугой, которой могут воспользоваться ресурсные центры. Но еще, например, мы понимаем иногда, что какие-то из наших событий являются очень востребованными другими, и как только мы это понимаем, мы тоже сейчас идем к тому, что мы начинаем это упаковывать в продуктовый такой, ну как бы в продукт. Ну, например, самый известный, наверное, это круг благотворителей, который очень интересная технология, очень хорошо работающая. У нас большой опыт проведения этих кругов не только у себя в Архангельске, но и в других территориях, и к нам все время поступали запросы, расскажите, как вы это делаете, а вот какие там нюансы, приезжайте к нам, проведите. И это тоже подтолкнуло нас на мысль, что это должно быть упаковано как продукт, и, соответственно, как продукт, тогда оно это может использоваться. И сейчас мы понимаем, у нас есть круг благотворителей выставлен, да, все методические материалы выставлены на сайте, и, соответственно, вы можете ими воспользоваться уже как продуктовую упаковку. Ну вот на самом деле это просто несколько примеров и подходов того, как мы это делаем. И вот наш главный вывод, да, что ничего не должно проходить бесследно, ни один из наших проектов. Из каждого мы стараемся вынимать вот эту самую квинтэссенцию, упаковывать ее, чтобы это можно было тиражировать, чтобы это можно было в том числе включать в платные услуги центра, чтобы этим могли воспользоваться другие, если это кому-то интересно. И делаем мы это, конечно, в разных упаковках, иногда это прямо методические материалы в открытом доступе на сайте, иногда это наши продукты, которые у нас можно заказать. Ну вот я думаю, что вот этот самый эволюционный путь мы будем продолжать и стараться выращивать, да, из-за наших программ и проектов различные продукты, которые могут быть важны и интересны другим, ну и которые мы сами можем тоже активно повторять, поскольку они востребованы аудиторией. Вот это, наверное, то, чем я хотела с вами поделиться. Спасибо.